Наследство – это переход имущества, принадлежащего при жизни умершему лицу, наследодателю к другим лицам-наследникам в неизменном виде. Чтобы правильно оформить наследство или вступить в права наследования гражданину, в первую очередь нужно обратиться к нотариусу, чтобы получить юридическую консультацию, а также заверить все необходимые документы. Надо сказать о том, что наследство открывается после смерти гражданина. Конечно же нужно прийти вначале к нотариусу, чтобы нотариус выяснил все вопросы и детали по конкретному наследодателю в отношении его имущества. Нотариус обращает внимание прежде всего на дату смерти гражданина и где он был прописан, для того чтобы объяснить гражданину, куда ему обращаться за оформлением наследственных прав. Или какое же право страны будет применено к оформлению наследственного права, или какой нотариус прежде всего будет оформлять наследство. Кроме того, можно перед тем, как обращаться к нотариусу, посмотреть на сайте Белорусской нотариальной палаты, по серверу поиск наследственного дела, открыто ли наследственное дело уже вообще. Для того, чтобы официально вступить в права наследования, его нужно принять, а принято оно может быть в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Если наследственное дело открыто, непосредственно нужно обратиться к тому нотариусу, у кого открыто это наследственное дело. Наследственное дело открывается в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина, а это значит, что наследники должны обратиться к нотариусу в установленном законодательством 6-месячный срок, подать заявление о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство. Иногда возникают ситуации, когда наследник не может прийти к нотариусу. Что тогда делать? Наследник может дать доверенность своему представителю, который сделает это за него, придет к нотариусу, подаст заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве наследства, оформит наследственные права, зарегистрирует их в установленном законном порядке. Но иногда бывают случаи, что наследник не может, недоверенность дать уже не успевает, а наследство все-таки надо принять. Что делать тогда? Тогда в простой письменной форме можно написать заявление о том, что наследник наследства принимает и выслать в нотариальную контору по месту последней регистрации гражданина. То есть если гражданин был прописан в прессе, значит в любую нотариальную контору пресса выслать такое заявление о принятии наследства. Иногда возникают и спорные вопросы. Их также поможет решить нотариус. Например, специалистом нотариальной конторы Ленинского района города Бреста местный житель обратился за консультацией. Его бабушка при жене оформила завещание на все свое движимое и недвижимое имущество. У нее две дочери. Одна из них инвалид второй группы. Может ли дочь-инвалид претендовать на наследство? Завещание – это документ, в котором отражается воля только одного завещателя. Действительно, завещание может быть оформлено в пользу ближайших родственников и в пользу посторонних граждан. Так, учитывая это, закон охраняет права ближайших родственников и в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, нетрудоспособны несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособны супруг и родители. Бабушки, независимо от содержания завещания, имеют право не менее половины доли, которая бы причиталась каждому из них при наследовании по закону, что есть обязательная доля. В данном случае у бабушки два законных наследника, две дочери. Одна из них нетрудоспособная инвалид второй группы. Ее обязательная доля будет равна 1 четвертой, а 3 четвертой доли оставшейся получит уже наследник по завещанию. Консультацию нотариуса можно получить и в онлайн-формате. Так, на сайте Брестской областной библиотеки имени Горького действует раздел «Нотариус онлайн», где специалисты Брестского нотариального округа в круглосуточном режиме отвечают на вопросы онлайн. Так, на сайте мы нашли вопрос по нашей теме. В случае смерти наследодателя, собственника квартиры, имеют ли право на наследство по закону его родной брат и родная сестра? Если у наследодателя остались жена, мать и дочь? Ответим на вопрос в оффлайн-формате. В соответствующей с действующим законодательством Республики Беларусь наследники по закону призываются к порядке очередности. Наследники по закону каждой последующей очереди имеют право наследовать в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, а также в случае устранения их от наследства, непринятия наследства, либо отказа от него. Наследниками по закону первой очереди являются супруг, родители, дети умерших. В случае отсутствия наследников первой очереди, к наследованию призываются наследники по закону второй очереди. Это полнородные, неполнородные братья и сестры умерших. Поэтому в данном случае есть наследники первой очереди. Независимо, что квартира была получена, оформлена наследодателем после смерти родителей, они будут наследниками, жена, дочь и мать. И они разделят это наследство между собой. А родные братья и сестры, соответственно, право на наследование в данном случае иметь не будут. Работы нотариуса гарант того, что завещание будет соблюдаться и исполняться после вашей смерти. Поэтому при оформлении важных документов все же лучше лично обратиться к квалифицированному специалисту. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.